Добрый день, дорогие веб-зрители! В последнее время мы стали встречаться реже. Темы, которые я проговаривал еще полгода тому назад, немножко сейчас отошли во времени на задний план. Появились новые темы, новые проблематики, которые интересуют общество, человечество, да, собственно, и меня, наверное, как человека любопытного, который исследует все информационные инновации, которые приходят в нашу жизнь. Приходится очень часто отмечать, что о нашей стране, в Украине говорят, что это страна, которая встала на путь деиндустриализации. Но перейти на русский язык, что это такое? Это надо просто посмотреть фантастический фильм «Девятый район», как вот приехала, прилетела, зависла над Энгарнсбургом, Эннело огромного размера, из него выгребли около миллиона кузнечиков размером в полтора человеческих роста, и вот эти полуанебы, полукузнечики, стали на земле крушить то место, которое им отдали на временное проживание. Есть резину, собирать какие-то остатки компьютеров, играть ими в различного рода игры. Так казалось землянам. Реально-то они за 20 лет существования в таких ужасных условиях, созданных для них на земле гетто, сумели воссоздать космический аппарат, который поднял их снова на порт, ихнего бездвижного аппарата, правда небольшую часть всего два человека, всего две особи, и эти особи были в том направлении, откуда для вот этих несчастных, которых уже к тому времени на земле образовалось, эти миллион восемьсот тысяч человек, должна была бы плетить помощь. Всего и ничего, но там еще одна человеческая особь, вдруг заразившись генетически, генетически стала превращаться в вот такого себе кузнечика. Так что было не исключено представить, что через три года на землю, когда придет помощь от кузнечиков, на земле и окажется только одни кузнечики, а человеческая цивилизация будет повержена в право. Все перипетии фильма следует ли рассказывать, важно понять, что интересно то место обитания, то гетто, которое было создано, то гетто, которое потихоньку превращается в наш собственный дом. Мне сегодня, когда говорят, что в этом доме есть старые, какие-то зускорузлые болезни социального, экономического порядка, я всегда говорю, что нельзя умевать, потому что всегда надо искать выход из сложившегося положения, и следует этот выход не только искать, но и находить. Вот сейчас совершенно неожиданным образом высветилась тема возможного поднятия Украины до некого регионального восточного европейского дата-центра. Дело в том, что все, что мы знаем о дата-центрах, которые создаются в мире, о тех огромных запасах копилок знаний, которые накопило человечество, то все начиналось достаточно просто. В Соединенных Штатах Америки первые создатели дата-центра покупали старые баржи, которые состыковывали по 2-3, выводили в Тихий океан, где бы их ни штормило, не переворачивало, размещали там дата-центр. Там работало 2-3 человека, следящих за оборудованием, и экипаж порядка 6-8 человек. И вот эта огромная плавучая бахина осуществляла хранение информации, в том числе и той, которая касается сайтов, которые мы создаем здесь у себя в Украине. Потом появились всяческие национальные дата-центры, дата-центры появились по принципу опять-таки бизнесовому, возникла необходимость к этим бизнесовым центрам таки отходиться, создалась такая интересная контроль, которая давала домины, которая давала имена доминам. И это была такая небезызвестная контора имена ОА, которая первая в стране построила специальное помещение в городе Киви для неких дата-центров, где каждый из пользователей мог прийти и арендовать некое количество физических носителей, где бы хранилась его собственная информативная база. База не маленькая. А в этом году появились всяческого рода и не какие-то интересные, любопытные вещи, детали. Оказалось, что фирма IBM и фонд Билла и, по-моему, Василий Мелис, я уж не буду брать, Гейтс, создали программу поддержки украинских библиотек, была оснащена компьютерами и ноутбуками и программным обеспечением около 1800 районах и областных, и сельских библиотек. Оказалось, что это всего лишь где-то 20% потребности нашего читательского, как говорят, сообщества загалов по-украински. Это есть такое красивое слово. И что эту проблему сегодня не решало. С другой стороны, обнаружились совершенно интересные, такие уникальные вещи, как центральная техническая библиотека, где был на конуне развал Советского Союза, был построен, наверное, и существует свой собственный дата-центр. Это находящийся в районе бывшей площади автовокзальной. Более того, появилась и существует как некий центр библиотечной библиотека Верховного Совета и существует так называемая известная крупнейшая в стране президентская библиотека с президентским фондом. Я вот хотел остановиться об этих трех библиотеках как неких базовых устройствах того, что может произойти израно. Я наблюдаю, как построены сами эти библиотеки, очень спокойно могу предположить, что они могут разместить в себе в своих подвалах, в своих закрытых местах колоссальнейшие дата-центры. Дата-центры, в которых можно было бы сохранить все эти знания, которые накопило не только вчерашнее интеллектуальное человечество, украинские писатели, украинские философы, украинские математики, украинские, украинские, но и современные какие-то авторы, которые начинают от литераторов, которые пишут афоризмы, стихи, кончая всяческими философскими доктринами, кончая какими-то научными трудами. Вот каждый научный сотрудник, представляете, до сего дня имеет норму трудов, которые он должен опубликовать в стране. у нас их достаточно немало, цифра колеблется от 60 до 40 тысяч человек, людей остепененных, то есть, почему в обратном направлении, мы сами понимаем, люди уезжают, вот, им надо выдерживать норму публикаций, эти публикации достаточно сложны, тех профильных изданий, которые просто умерли, представляете, будет завтра обубликовом рациональном дата-центре. Почему я об этом заговорил? Я заговорил о том, что у меня был великолепный соавтор, друг, афорист советской школы Леонид Нефетий. Да, он человек был пьющий, и человек трагической судьбы, у него образовалась опухоль мозга, и он отказался от операции по вживлению искусственного вложимента, и скончался в эти дни, 18 февраля 2010 года, что, собственно говоря, три года, и я бы хотел напомнить ту деталь, что он делал маленькие там в формате А4 книжечки, которые складывал пополам, получается, формат А5, А4, странички электронные, эти электронные странички я ему бережно набирал, а потом он начал рассылать всяческим образом эти бережные набранные странички и друзьям за границей, которых тогда образовалось много, поскольку он был не только русских корней, но и еврейских, он находил друзей, которые уехали ранее в Америку, еще где-то в Германии, в Израиле, во Францию, и вот обнаружилось, что в Соединенных Штатах Америки его работы попали в библиотеку Пентагона. Ему прислали ссылки, мне так любопытно ходили и смотрели на эти ссылки Лене Нефетевой библиотеку Пентагона. Туда попало три его вот эти книжечки Метеллика, не все бы было ничего, если бы через год нам не захотелось снова пойти и посмотреть, как же Ленечкины тексты живут в Соединенных Штатах Америки в одной из центральных библиотек аппарата управления величайшей державой мира. И обнаружилось, что да, живут, но вот нам, для того, чтобы зайти и посмотреть Ленечкины работы, предложили заплатить 10 долларов. США не за разовый, а за разовый абонемент. А годовой, по-моему, там стоит 30 долларов. 30 умножаем на 8, 240 гривен стоит годовой абонемент. Я подумал, мы в таком жесточайшем ауте держим наши собственные библиотеки. Мы с таким ужасом говорим о том, что наши дети наполняют свои чакры какими-то порно-сайтами, какими-то низкопробными дилерскими сайтами, на которых идет постоянная разводила. В то время, когда они могли бы наполнять свои чакры величайшими знаниями наших соотечественников. Если бы такие библиотеки, о которых я сказал ранее, обзавелись собственными дата-центрами, и эти дата-центры предложили свои услуги менее информационно мощным странам восточной Европы, которые тоже являются по сути славянскими и той же Хорватии, и той же Македонии, и той же Словении, Словакии, Чехии, Польши, или скопировали с ними по созданию единого такого дата-центра. Это Черногория, которая шла на своими православными традициями. Я не беру Россию. У России есть свои планы, у России есть свои интересы, у России есть свои можности, и всего интереснее вспомнить, что у России есть свои национальные проекты, которые достаточно интересно развиваются. Если бы мы провели такой проект сегодня в нашей стране, то завтра бы вопрос финансирования вообще для тех в стране не стоял. Я поверю и убеждать вас не буду, я просто скажу честно на слух, что не нашлось бы ни одной украинской семьи, которая бы не захотела обладать абонементом украинской дата-сети, в которой бы хранились данные о наших ученых, о наших писателях, о наших научных или методологических разработках, о наших дидактических разработках. Писатели шли бы за тем, чтобы искать какие-то данные по тем иным персоналям, которые жили в стране. Дети бы ходили и искали каких-то очередных авторов, которые сегодня приводят в какие-то квазоклассные элементы чтения, изучения. Студенты бы находили темы для рефератов. Все это было бы в огромных дата-центрах, которые бы нормально оплачивались населением как то необходимое интеллектуальное начинение мозгов, которое им нужно. Например, школьники платили бы за определенный уровень доступа, условно говоря, годовой абонемент стоял бы 80 гривен, студенты бы стоили годовой абонемент в такие дата-центры, которые бы формировали 150-200 гривен, а люди взрослые, которые бы интересовались серьезной литературой, философией и всяческой разной специфической узконаправленности деятельности могли бы платить соответственно чуточку и больше. Вы знаете, это было бы сразмерно с тем, что мы сегодня отдаем за интернет, если пересчитывать, это бы стоило не более полумесячной оплаты того контента, который сегодня оплачивается. Но бы мы наконец заговорили о том феномене, который дал бы сегодня развитие информационного мира наших библиотек, дал бы сегодня развитие информационного мира наших научных и духовных работников дал бы сегодня развитие тем подкастам, то есть тем оконечным устройствам, за которые Витак Крадрус нынешний министр образования. Он показывал еще года два тому назад электронные книжки, которые должны были бы прийти в карту школы класса франшет. Но они пришли. Не пришли еще и потому, что а где брать контент системно дата-центр через системный программный ресурс, чем любопытствовались и занимался небезызвестный великий гений западного IT-рынка Стивен Джобс. Он именно таким образом построил контент, правда чисто музыкальный, западный. Весь он прошел через хранение на специальных ресурсах фирмы Apple, которые были разбросаны по всему интернету. И стал законодателем музыкального мира. С ним пришлось согласиться многим западным продюсерам. Наверное, немногие не сразу согласятся со мной. Но давайте в качестве последнего аргумента я скажу, что я застал, как в ту пору, когда меня не принимали союз писателей в Украину. Десятилетие биться в закрытые двери и не получить вступление в НСПУ по вопросу, связанным с моим пониманием того, что в стране им должно быть державной ксенофобии ни к чему не привело. Привело только к тому, что я обнаружил, что в этом странном заведении, которое называется правлением Союза писателей Украины, есть самое ужасное, самое безобразное, самое отвратное библиотеку из тех, которые я где-либо видел и по качеству, и по количеству фонда, и по тому, как этот фонд содержится. Это было просто показателем того духовного беспредела, в котором оказалась страна. В силу того, что произошел раздел страны, что мы не находили на это руки. Сегодня у нас достаточно специалистов по дата-центрам, сегодня у нас достаточно интеллектуалов, которые бы готовы были давать свои информационные залежи в единые украинские дата-центры, если там бы сразу давали и соответствующие ЕСБН для тех, кто желает хранить там на письме хранение свои информационные проекты, которые могли бы оценить эксперты и сказать, да, этот проект ценен для страны, а этот проект может просто храниться без какого-то определенного года. Если это сегодня произойдет, завтра страна будет очень не бедной. Поверьте мне нас, те, кто захочет. А те, кто не захочет, пусть и плеть будут продолжать надеяться, что дата-центры, которые плывут где-то на ржавых баржах в мировом океане, смогут обеспечить нашу информационную независимость. Тем более, что это будут ржавые баржи не украинские, а военно-морского флота Соединенных Штатов КОНЕЦ